Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов и Александра Хайрулина. Друзья, мы вас искренне приветствуем. Сразу же хотим сообщить, что этот концертный зал, он последний в уходящем 2018 году. Венчающий год. Конечно, в следующем году нас ждет с вами масса встреч интересных, музыкальных, неожиданных, ярких, громких. Спасибо вам за то, что были этот год с нами и сейчас. Конечно, нужно тоже час как минимум провести. Поэтому мы, конечно, не обращаемся, а с радостью сообщаем, что сегодняшний концертный зал имени группы Шу. Здравствуйте, спасибо. Привет, ребята. Привет, привет огромнейший вам. Спасибо за то, что вы нас посетили. Шуня Балашова и ее команда, да, так тоже можно выражаться, но сегодня в очень-очень-очень мини-составе. Да, мы подумали, что такая предновогодняя суета повсюду и что нужно сделать что-то очень такое нежное, акустическое, теплое и решили сделать акустический сегодня концерт. Кто будет помогать тебе это делать? Привет, Максим. Дмитрий Борисович Артемов сегодня в Марнете. Дмитрий Борисович, который настраивает. Добрый вечер. И на флейтах. Добрый вечер, добрый вечер. Создает рождественское настроение. Я Шуня Балашова, как всегда, пою и немножко олененок Рудольф сегодня буду с такой штучкой. Какая невероятная красота. Я сначала подумала, что это браслет. Или это все-таки браслетик и есть? Ну, почти. Я, конечно, люблю такие украшения, но да, это довольно проблематично мне гулять, мне кажется, звенеть повсюду. Нет, ну просто вижу, там вот этот самый ремешочек, а как ручку внутрь нужно? Вообще, это для ноги. Я уже рассказывала, что это индийская такая штука, которую надевают на ноги и танцуют в них, а это все звенит и создает такой шум. Ну, не новогодний, но здорово. Смотри, это получается на каком-нибудь празднике, например, да? Ну, в общем, да, на каком-то... Все люди приходят и начинают звенеть. Это же очень громко, и музыкантов других не слышно. Ну, я убеждена абсолютно, что в этом есть какая-то там история такая, можно сказать, магическая. Энергетическая, конечно. Да, энергетическая, когда разгоняют всех вот этих, а... Да, я думаю, что это в первую очередь не связано. Спасибо тебе шутку большое за то, что... Мы разгоняем суету новогодних. Да, конечно, конечно, конечно. Ну, наша встреча впервые сегодня здесь в студии, и, конечно, невероятно хочется с вами познакомиться, потому что твоя команда очень известная. Конечно, пусть пока они в таком широком-широком кругу, как... Есть к чему стремиться, что называется, еще ко всемирной славе и любви. Но, тем не менее, и джазовые фестивали, и всевозможные фестивали, их огромное количество. И, конечно, уже полноценные собственные концерты. Да, их тоже уже многое количество. И вот, между прочим, в 2019 году состоится очередной замечательный концерт. Еще и в такой праздник, в такой день. Да, это наша сейчас такая самая главная задача — подготовиться хорошенько к этому концерту. 14 февраля действительно День всех влюбленных. И этот праздник мы никогда из группы не пропускали. И каждый год традиционно мы делали концерт в эту дату. И, в общем, не могли как бы и в этот год упустить такую возможность. Конечно, хорошая традиция, ее надо продолжать обязательно. Да, и хоть и спорное отношение к этому празднику, мне кажется, это лишний и прекрасный повод сказать... Я с тобой абсолютно согласна. Что вы любите не только, мне кажется, для таких вот влюбленных парочек. Можно и друзьям признаться в любви, и родителям, и всем на свете. В общем, мы любим любовь. И Деду Морозу! Все такое. Спасибо. Такая сладкая история, к которой мы готовимся всей нашей большой командой и оркестром, и всеми-всеми силами. Очень хочется поговорить на эту тему, потому что, ну, вы по-другому не имеете. Вы же там заготовили прям что-то, что-то уху-ху, какое ошеломительное. Какие-то сюрпризы там, и прочее. И подробности давайте чуть позже раскроем. Пока же нам пора начать нашу музыкальную часть эфира. И с чего мы начнем? Я думаю, мы начнем, прямо раз мы заговорили о теме любви, как раз с песни, которая называется «Любви. Песня». Класс! 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 Все по одному ходят, ходят. Зачем в сотых окон горит свет, Если кадров счастливых историй за ними нет? Среди дыма будни и черно-белых полос Видишь, как ветер гуляет в пшенице ее волос. Все, что нужно сейчас — задать один вопрос. Каждый любит, любит, любимым быть. Если видишь свою половину, Вперед границы я отодвину. Найди, беги, догони, обними, Никогда не отпускай любить и любить. Каждый любит, любит, любимым быть. Бликами, бликами плывет по воде, Скрипками, скрипками тихими поет в голове. Крыльями бабочек волнуется в животе. Твоя любовь пока в тебе, Моя любовь пока во мне, Вот бы силы найти и чувства перемешать. Если не спросить, Правду можно не узнать. Голова сердцу не должна мешать, Другого шанса может не быть. Решайся. Каждый любит, любит, любимым быть. Если видишь свою половину, Вперед границы я отодвину. Найди, беги, догони, обними, Никогда не отпускай. Каждый любит, любит, любимым быть. Браво! Браво, друзья! Группа Шу! Концертный зал! И вот теперь, я думаю, Вы прекрасно понимаете вот эти вот комментарии, Которые в интернете появляются. Я совершенно не понимаю, Как я раньше не знала эту группу, Почему я ее упустила мимо себя. Я уверена, что Вы тоже себя поймали на этой мысли, Если вдруг по какой-то причине впервые слышите коллектив, В том числе и в нашем эфире. Что такое абсолютный соло теперь многим понятным? Мне же вот показалось, Что как будто это был очень красивый трек Из волшебного мультфильма, например, Какой-нибудь вот героиня шла, И вот эта вот песня звучала. Очень красиво. Я думаю, каждый для себя нарисовал Какую-то очень красивую картину. Ну, как-то сейчас, да, говорят о том, Что есть ассоциации с какими-то диснеевскими Сказочными мирами. Да, да, да. Мне кажется, это здорово. Давайте с нашими какими-то сказочными мирами. С любыми, да. С любыми сказочными. С любыми. Дорогая, ну давай еще раз про концерт все-таки, Потому что 14 февраля, это кажется, Что еще ого-го, когда это быстро время пролетит, Уже надо готовиться к нему. Да, на самом деле действительно так. Скажи «Тихо о любви». Красивое название, да? У программы, у большого сольного концерта Скажи «Тихо о любви», Но событие громкое будет, надо сказать, Потому что там и состав расширенный, Там и объявлен конкурс «Формула любви». И вот все подробности, конечно, ждем от тебя. Да, мы на самом деле… Ну, этот концерт для нас такое супер большое событие. Действительно, мы назвали его «Скажи «Тихо о любви», У нас есть даже жест «Шу», «Скажи «Тихо о любви». Фотография, все, да. Такая, да, история. И мы, соответственно, решили всех желающих Нас поддержать в этом таком большом событии, Пригласить этот жест использовать, Выкладывать в соцсети. И, конечно, ну, мы вообще всегда дарим подарки, Очень любим это делать. И для тех, кто поучаствует и поддержит наш этот жест И фразу «Скажи «Тихо о любви»»… Покажи, пожалуйста, еще раз на камерах, Что тут взяли крупным планом? Вот сюда, вот в уголочек, да, все. Скажи «Тихо о любви». Ребята тоже могут показать. Давайте все, да. Митя, давай. «Шу». 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 Вот, отлично. Мы потом вырежем из эфира. Вот, да, вот такой жест. И идея в том, чтобы пустить такую волну истории О любви, истории о таком вот добром, Каком-то светлом чувстве, Чтобы люди рассказывали свои какие-то истории, Делились ими, выкладывали в соцсети И за это получали от нас классные какие-то подарки. И самый, наверное, такой громкий розыгрыш Это мы хотим разыграть прямо на концерте Для парочки влюбленных Билеты в Венецию, Билеты в Петербург, Лавстори, Фотографии для влюбленной пары И ужин в ресторане. В общем, всячески поддерживать любовь в этом мире Ей за что побороться, конечно. Конечно, даже если есть никого поблизости, Срочно влюбляться нужно И эту самую историю излагать Совершенно честно и принимать участие. Что касается состава, ведь вот тут информация, что... Человек девять, наверное, да. Да. Много. Это что? Группы, группы. А, я думаю, про концерты я хочу сказать, Какие девять? У нас будет там сорок, Мне кажется, больше даже на сцене. На концерте у нас огромный состав будет С оркестром и с духовой группой большой. И, конечно, девочки-красавицы и бэк-вокалистки, Которые всегда со мной создают вот этот хор. Это ты правильно на меня посмотрела. Они... Конечно, да. Спасибо. Нет, да, я пытаюсь зазывать на концер Всеми возможными силами. Группа, основной состав у нас, да, девять человек. Это два духовых инструмента. Это кларнет и саксофон в основном составе. Две девочки-красавицы-бэк-вокалистки, как я уже говорила. Это и перкуссия, барабаны, бас, в общем, все. Ну, а здесь будет еще и оркестр. Да, здесь еще прибавится оркестр и усиленная духовая группа. Это вот Митин Водчина. Он там... Да, но сюрприз не только в том, что состав расширенный, Там же какая-то новая программа обновленная. Да, программа... Во-первых, будут и новые песни. Мы уже запустили в сети как раз с информацией о том, что мы дарим подарки. Мы запустили маленький такой тизер, дразнилочку трека «Скажи тихо о любви». Будут и старые песни, которые люди уже привыкли слышать в новом прочтении, и новые совершенно такие более битовые вещи. Нас привыкли ассоциировать с джазовой музыкой больше. И мы хотим сейчас немножко пойти в такой более фанковый, веселый, грубовый звук. И я надеюсь, что люди, учитывая зал большой и с большим танцпортером, я думаю, люди потанцуют и, надеюсь, мы им обеспечим этот ритм для танцев. Шоня, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что сейчас вот хотим мы все-таки фалк. Для многих, наверное, покажется это удивительным, потому что, ну, наверное, ожидали. А мы решили теперь вот в рэп и хип-хоп углубиться. Нет, ну, рэп и хип-хоп, это, знаете ли, слишком такая переменная серьезная. Это уже отходит тема-то все. Скоро рок, Саша, мы же с тобой знаем. Да, все развивается. Ну, подожди, подожди еще. Еще и в рок, да? Макс мне предлагает периодически нашу песню. Он говорит, давайте здесь сделаем гитару. Какая в нем есть, да, видно-видно. Да, ну, на самом деле, да, раскроем тайну, так раз уж мы о гитаре заговорили, что меня долгие годы не могли музыканты склонить к приглашению гитариста в группу. И вот на концерте случится. Случится. Я думаю, они загадывали желание на прошлый Новый год, чтобы в группе появилась гитара. Это новая эпоха начинается, да. И письма писали Деду Морозу. Шоня, ну, очень долго, это же, получается, на протяжении девяти лет, сколько твоя группа существует? Восьми пока сейчас. Да, и, ну, на самом деле, у нас... Ну, ты кремень, я тебе хочу сказать, столько лет. На самом деле, я и росла как бы в процессе создания группы, поэтому... Ну, и, в общем-то, команду, которую сейчас я обрела вот, ну, совсем... Ну, как совсем недавно, уже пять лет, наверное, мы вместе играли. Ну, это уже, да, это некий... Ну, в общем, да. Группе девять лет. Слову шу девять лет. И вот развитие тоже в течение девяти лет некое происходит. Но слово это возникло из твоего детства, да, я так понимаю? Ну, меня называют Шуня. Шуня. И, да, и когда надо было... Там было, как все рассказывают, наверное, у всех людей с творческим псевдонимом история начинается так. Надо было очень быстро придумать название. Да, кстати, много таких историй, конечно. На самом деле, просто мой папа мне советовал... У нас были знакомые, кто мог записать вокал мой. И поскольку я занималась музыкой всю жизнь, папа говорил, давай, будем, пока есть возможность... Ты из Москвы, да? Давай так. Я из Евпатории, из крымского города Евпатория. И живу, да, в Москве сейчас. Вот, соответственно, мы... Была возможность записать голос. Он говорит, давай записывать, чтобы следить за развитием голоса. И мы сначала называли Александра Балашова, значит, писали под минусовки какие-то песни, чтобы следить за тем, как я учусь и развиваюсь, в общем, в музыке. А потом, когда уже стали писаться свои песни, когда уже стало какое-то такое уже творчество авторское происходить, мы поняли, что надо, наверное, что-то такое прикольное придумать. И как-то оно так, естественно, вышло. Назвали Шу. И как бы нескромно это звучало. А Ласкова Шуня, да? Да, да. Вот такая она. Ласкова Шуня, ну а когда начала писать песню-то? А давайте мы об этом узнаем сразу же после того, как послушаем. А, у нас же и песню, правда, в программе есть. Группа Шу. Песня, она называется «Пилот». И она вот как раз про такие детские мечтания. Вот раз мы затронули тему детства, я думаю, уместно ее спеть. Песня. 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 Помнишь ли ты, как летал В детстве и во сне, и наем Помнишь ли, как лучше считал И не спрашивал, почему И ты не спрашивал, зачем Снал на все всегда один ответ И не придумывал себе проблем И не слушал всякий привет Летит Летит Летим 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 от города над пропастью Пусть сердце наше станет лопастью А мыслей крыльями Мы до старости будем сильны Смелей вызов прошлому себе Невозможному новому мечте А мы так молоды Как никто другой заколдованным Взлетной полосой А мыслей А мыслей А мыслей А мыслей Группа в шоу-концертный зал Страна ФМ Большое не было шоу Спасибо вам Это очень-очень красиво Инструменты сами рвутся Буквально в бой музыкальный С новогодним звуком все равно Они падают даже Но очень красиво, надо сказать Женечка, 14 февраля Мы очень хорошо поговорили о концерте Но ни разу не сказали, где он состоится Я ждал Большой сольный концерт Скажите их о любви Где встречаемся Да, он состоится в Москве На Арджиникидзе 11 Большой клуб Так что собирайте всех друзей своих Название клуб можно говорить А, мы можем сказать Конечно Глав клуб Грин концерт, да Глав клуб Он известен в народе Ну да, 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 конечно Клуб большой Потанцевать можно будет Будут, помимо всего прочего У нас будет работать Волшебная служба валентинок Я больше не могу об этом молчать Потому что это очень мило, по-моему Помните, мы еще со школы Вот знаете, вот это вот ощущение Когда ты сидишь на уроке Помните, может быть? Конечно Пишет записку вот эту Мы решили, что надо эти школьные воспоминания Романтические возродить Какие-то подробности нужны? Там будет ящик специальный, да? Там будет специальный человек Так Валентин Нет? Валентин Почитальон Хорошо Почитальон любви В общем, будет, да Такой человек Как красиво Разъезжать в этом огромном клубе На велосипеде Собирать признание в любви И доносить до нужных То есть ему будут говорить Вот той девушке, да? Здесь же важно уточнить Что только в периметре клуба Важно уточнить А если девочка живет Где-нибудь в Новом Мурингое Или туда тоже будет доставлено В Новом Мурингое, знаете Отличный, кстати, вопрос вы задали Вообще-то можно будет отсылать Слава Богу, интернет у нас есть Можно будет с хэштегом Скажите их о любви И отсылать признание в любви По всему, мне кажется, свету даже Вот, поэтому И внутри зала можно будет признаться И повсеместно И за пределами этого самого зала Автограф-сессия будет? Нет, там же главное не мы А главное атмосфера любви Поэтому, конечно, автограф-сессии Мы делать не будем Ну, если кто-то захочет к нам подойти Пообщаться, мы будем только рады В общем, да, не прогонят Вас, друзья, с ними Не активнее общайтесь 14 февраля Что касается 2018-го уходящего года Для группы шоу Он выдался Как ты оценишь, Саша? Оценочку дай, пожалуйста На самом деле у нас есть такая традиция Мы каждый год пишем песню Вы думали, я про баню расскажу Итоговую Мы пишем песню Это и только Рома про баню мог подумать Да Вот, ну, как бы Предновогоднюю песню Она немножечко отличается каждый год От общего стиля группы То есть это такой вот Отдельный совершенно проект Он называется у нас Нехитро-зимние песни Ну, зато всем все сразу понятно, конечно Да Вот И, соответственно, для меня Я думаю, для группы Вот такая, знаете, лакмусовая бумажка О том, как прошел год Это создание этой зимней песни Потому что, как правило Это происходит в декабре Самые лютые моменты Ну, в конце ноября, в декабре И люди как раз проверяются Мне кажется, в создании этой песни То есть каких друзей, знакомых Классные контакты Классные идеи ты набрал В течение этого года Такая песня, в общем-то, и получится Это общее творение Или кто-то один пишет? Расскажи, как ты Общее У нас вообще, в принципе, все песни общие Мы создаем вместе с группой Каждый, в общем, придумывает свои партии Свои какие-то и партии Может предложить другим музыкантам Макс вот у нас в этом году Придумывал партии для всех В общем, мы эту песню сыграем И я надеюсь, вы нам разрешите Конечно И вам все покажет Ну, в общем, для меня Проверка того, как прошел год Хорошо или плохо Это то, как мы легко Или не очень легко Создаем Зимнюю песню Как интересно Вообще, первая такая история звучит Да, в этом году Очень много людей Мы повстречали в течение года Очень много свершений у нас произошло И мы, на самом деле, с такой даже гордостью небольшой За то, что у нас в этом году вышло много релизов И какие-то И Пи вышел в этом году также Да, какие-то стоячие дела Которые были там Несколько лет даже В таком завершенном состоянии Ох уж эти стоячие дела Я понимаю, о чем ты говоришь Да Да Вот, они сдвинулись с места У нас тоже они есть пока Да, и, соответственно, песня получилась тоже добрая И позитивная И огромное количество наших новых И не только новых И просто наших прекрасных друзей Приняло участие в ее создании И ее, кстати, можно Уже у нас состоялась там премьера в ВК И она буквально завтра уже появится На всех цифровых площадках Можно будет ее слушать Эту песню Прекрасно Приобретать, конечно Называется она «Фамильный рецепт» Песня — это такой Ну, такая песня-шутка Песня-рецепт О том Ну, вот о предновогодней суете, по сути Ну, о том, как девушка решила приготовить пирог По рецепту своей прабабушки И, скажем так, не все у нее получилось Но дружба и доверие ее друзей и людей близких Всю эту ситуацию выровняла Ну, слава богу То есть там хэппи-энд в этой истории? Конечно Я вам рассказываю Мы так любим любовь Любовь-любовь И у нас не бывает по-другому Да, у нас даже самые страшные ситуации Всегда хэппи-энд Спасибо тебе за это отдельное, Шунечка Но мне кажется, тем интереснее будет сюрприз для слушателей в сети Песня Завтра будет, да, премьера в сети как раз? Да, завтра премьера в сети Уже выложена на всех платформах Можно будет слушать? Уже можно послушать в ВК Сейчас мы исполним без Coffee Time Band Песня «Фамильный рецепт» Новогодняя песня 2019 Премьера в нашем эфире Когда праздник ходит в дом За столом родные лица Открывая кулинарный дом На 26-й странице Там на стареньких листах Будут уже сто лет храниться Бабушке моей рецепт пирога Продолжение семейных традиций Пара солнечных желтков В сахарных горах искрится Белая, как снег, лука Легким туманом ложится Перемешать все, перемешать Нежные сливки взбить Время отмерить, верить и ждать Но пара секретов бабушке не забыть Щепотка любви, щепотка мечты Соль на кончике ножа Бога теплоты, горсть красоты Как не устроить в доме пожар Страсти кипит, в ней печаль растопи Из-за ваниль и винир Секретный рецепт вспомнив праздничные дни Всю эти весь день прошел На улице стало пусто Только мой пирог не взошел Бабуля смотрит, портреты грустны Время идет, минуты бегут Дом наполняют гости Тосты звучат, все меня ждут Ой, все Добавлю просто щепотку любви Щепотку мечты Соль на кончике ножа Бога теплоты, горсть красоты Как не устроить в доме пожар Страсти кипит, в ней печаль растопи Из-за ваниль и винир Секретный рецепт вспомнив праздничные дни Щепотка любви Щепотка мечты Соль на кончике ножа Бога теплоты, горсть красоты Как не устроить в доме пожар Страсти кипит, в ней печаль растопи Из-за ваниль и винир Секретный рецепт вспомнив праздничные дни Щепотка любви Щепотка мечты Соль на кончике ножа Бога теплоты, горсть красоты Как не устроить в доме пожар Страсти кипит, в ней печаль растопи Из-за ваниль и винир Секретный рецепт вспомнив праздничные дни Браво! Скоро Новый год! С наступающим! Группа Шоу концертный зал Какой чудесный рецепт и как важный шой Спасибо огромное вот именно сейчас Ну как оно Нового года Эти слова очень-очень важны Можно попробовать приготовить, кстати, пирог С этими рецептами Да Там еще ребята из Coffee Time Они в проигрышах рекомендуют Что добавить А, то есть там прямо еще какой-то текст существует Целая театральная постановка получается Мы же должны вас как бы заинтересовать Чтобы вы еще и послушали постановку Ну естественно, да Мы, конечно, не рассчитывали Но вот то, что было сейчас в этой студии Спасибо огромное Это замечательная история Абсолютно Спасибо большое Новогоднее настроение, надеюсь, появится у тех Кто его еще пока не заполучил Из-за вот разных дел и задач Которые наваливаются обычно Бывают люди, конечно, очень много хлопот, забот Но есть те, у которых уже с начала декабря Праздничное настроение не покидает Нужно им делиться, делиться и делиться Для абсолютно всех и каждого Шунечка, скажи мне, пожалуйста Был опыт у тебя Участия в музыкальном проекте? Главная сцена, да? Ну, не только у меня У нас с группой У каждого члена группы? Ну да У участника Мы были вместе Убирать песни на кастинге Вот Это моя, действительно, просто Самая слабая, мне кажется Сторона Выбрать вот песню Знаете, ну, просто я Всем привожу такой пример Вот представьте себе Вознакомиться с человеком каким-то И говорят Вы должны сейчас сказать одно предложение Да По которому о вас составит полное Стопроцентное впечатление И для меня Меня так запугает И желательно полюбят Да, и желательно полюбят Да, и как бы Вот есть один шанс и все И для меня это всегда Такой стресс большой И такая вообще Печаль Но я думала даже Отказаться от участия В главной сцене Когда мы прошли Заочный кастинг Заочный, да Но Митя, кстати Я ему позвонила Говорю, ну нас пригласили Но, как бы, я не хочу идти Он говорит Ну, будешь дурой Если даже не попробуешь Я тебе плохого не посоветую Да, эта фраза Нас как-то заставила Отрезвила Мы с Максом сели И в ночи, да И там еще надо было делать кавер На известные произведения И мы выбрали произведения Сделали шесть, по-моему, да Кавер-версий Нормально Так сразу шесть Там русскоязычный репертуар Приветствовался Даже, по-моему, только был русскоязычный И мы взяли такие Разноплановые вещи Например, «Старая мельница» Вот замечательный сосед В общем-то, с которым мы и вышли Песня «Динозаврики» Боярского Если кто-то не слышал, то послушайте Это великолепная песня Хорошая песня, да Вот, в общем, да Но у нас, как бы, дошло дело до ТВ-кастинга И я считаю, что самое главное, что мы получили от этого проекта Это единение внутри команды Потому что, конечно Конечно, это такая работа серьезная То есть много-много Внутренних каких-то репетиций, кастингов И все это такой ненормированный рабочий график И, конечно, группа в этих условиях Находится все время вместе Притирается И это очень позитивно влияет, мне кажется Ну, вот, с тех самых пор А вы пришли к какому выводу? Все, больше на эти подобные телевизионные проекты мы не ногой Или почему бы и нет? В следующий раз надо обязательно попробовать где-нибудь принять участие Ну, у меня так Я ходила на кастинги и даже сольных проектов Там, на «Голосы» и на другие У меня, как бы, такая философия Что, если это мне действительно в этот момент нужно То оно как-то случится То все случится и сложится Самое главное, да, быть верным себе И готовиться на все сто процентов Если ты подготовился, пришел, тебя не взяли Ну, значит, наверное, пока это не особо нужно Немножко в судьбу веришь, да? Я думаю, бережет вас Господь Я думаю, бережет вас Господь Действительно от вмешательств каких-то От каких-то вот этих вот советов ненужных абсолютно Я имею в виду как раз там от различных наставников Не знаю, телеканалов, от продюсеров Чтобы вы как раз оставались вот такими-такими Самобытными, да Ну, пока, скажем так, у нас есть дела еще Поважнее Как говорят в известной передаче «За периметром» Вот поэтому мы пока не стремимся в какую-то Телепередачу И, да, пока делаем что-то здесь Свободным плаванием Количество ваших поклонников Оно растет, разумеется С каждым вашим выступлением Или там с каждым новым релизом Клипом Да Вот на сегодняшний день Ну, вы ощущаете этот прирост все равно? Этот интерес может быть растущий? Ну, я, собственно, лично всегда слежу за нашими Всеми соцсетями Как сейчас можно определить свою аудиторию По двум параметрам Кто приходит на концерт И кто, что пишет в сети Как-то, ну, реагирует на какие-то релизы и информацию Поскольку я сама веду соцсети И стараюсь сама общаться со всеми, кто нам пишет Я, конечно, замечаю, что народу в сети прибавляется И это, опять же, мы говорили про итоги года Мне кажется, люди хотят новой информации Новых песен каких-то от нас И они хорошо реагируют на новый материал Поэтому мы должны стараться и больше их выпускать И подвести, да, самое важное А кто эти люди? Примерно там, средний возраст какой-то Мужчины-женщины Вы просто задаете Как будто вы Как будто вы Какой-то, знаете, агент Такой серьезный Я волноваться начинаю подсознательно Ну, ты же видишь в зале просто, да? Никакой не агент, не провокатор Я как раз На самом деле у нас аудитория интересный такой Микс Скажем так, амплитуда Извини, пожалуйста, я все-таки договорю Я просто как раз хочу, чтобы Одно дело, что я тоже буду говорить об этом обязательно Но я хочу, чтобы из твоих уст это тоже прозвучало Что музыка на сегодняшний день Одно дело то, что модно Другое дело то, что нужно обязательно тоже знать, что есть И интересоваться, и любить И музыка, на самом деле, она очень разнообразна и многообразна Да, как раз мы В общем, я думаю, что из-за того, что мы не стремимся к тому, что модно Ну, особенно, в общем-то, мы не Как-то не копируем эти тренды Ну, пока, да, мы не видим на первых местах Хит-парада вас Это все Наверное, это такие достаточно взрослые люди, кто любит джазовую музыку Им, я думаю, понравится наша музыка То есть мы так определяем одну из частей аудитории Это очень взрослая публика, кто очень любит джазовую музыку Это у нас тоже всегда Люди с хорошим вкусом Такая Не стесняйся, скажи так Ну, со вкусом к джазовой музыке, я бы так Ну, к джазовой Ну, с другим музыкальным воспитанием, наверное К живой музыке, я бы так сказать Ну, потому что сыграны вживую Потому что электроники у нас в авторском проекте маловато Вот И сейчас, что мне очень нравится Такая тенденция, что это ребята нашего возраста 25 плюс лет, как это говорится Ну, вот, конечно Которые тоже приходят и начинают Какие-то из наших песен им нравятся Как так получилось, что ты кроме того, что училась здесь, в Москве, в Гнесинке, да, училась? Да Еще и в Америке тоже стажировалась Расскажи, как? Просто была такая модная информация в то время, что существует такое заведение Berkeley College of Music Просто хорошо разрекламированное На самом деле, это прекрасное место Это очень давно и очень известная и очень хорошая такая платформа для молодых музыкантов И туда действительно приезжают со всего мира И они запустили летние программы, на которые можно было приехать, в принципе, студенту из любого края земли И дважды, да, мне удалось туда съездить и поучиться там Это, мне кажется, очень классный опыт для всех музыкантов Если есть возможность это сделать, то обязательно нужно Во-первых, ты знакомишься с людьми, эта тусовка В общем-то, как мне всегда спрашивают, что самое крутое в Гнесинке Ты говоришь, что в первую очередь это, конечно, люди, с которыми ты знакомишься И внедряешься в этот мир музыкальный То же самое и там, да, это люди со всего мира По сути, музыканты со всего света И, конечно, преподаватели Там очень важная информация, что преподаватели – действующие музыканты То есть вот у тебя залит в плеере какой-то трек, который ты слушаешь, любишь И ты приходишь, у тебя этот человек ведет с альфеджио, например Ну, в общем, примерно похожая ситуация была у меня И это так немножко сводит с ума на первые дни А потом ты привыкаешь и берешь, берешь, забираешь все, что можешь за эти несколько недель В общем, не зря потраченное время проведено там Это точно, да Что мы сейчас послушаем? Я думаю, что мы, наверное, будем также в зимние дебри углубляться Спасибо! И песню, которая самая первая была из нашего цикла У нас, кстати, такие песни уже восемь То есть мы уже восемь лет пишем новогодние песни Песня первая из этого цикла называется «Зимняя» Прекрасно! Продумаем над носением Прекрасно! Прекрасно! Рассказывает про моря И крают солнце волоса В разбитой чашке пряный чай Как будто праздник на часах Родного мальчика встречать Разрезая дорогой метель и тревогу В белых варежках беречь тепло И упруго ступая, опоздать на свидание Засмотревшись зиме в лицо Под светом тусклых зимних звезд За скрипом перьев водея В моих руках задремлет тот Кто горы мыслей растерял Разрезая дорогой метель и тревогу В белых варежках беречь тепло И упруго ступая, опоздать на свидание Засмотревшись зиме в лицо Разрезая дорогой метель и тревогу В белых варежках беречь тепло И упруго ступая, опоздать на свидание Засмотревшись зиме в лицо Засмотревшись зиме в лицо Давай, зима Замерзшего города плечи Накрывай платком и снега свежим Давай, буди Стихи, застывшие под клеткой пледа Снимай обиды с тех Кто прошлым предан Разрезая дорогой метель и тревогу В белых варежках беречь тепло И упруго ступая, опоздать на свидание Засмотревшись зиме в лицо Разрезая дорогой метель и тревогу В белых варежках беречь тепло И упруго ступая, опоздать на свидание Засмотревшись зиме в лицо Субтитры создавал DimaTorzok Который вы получили в 2017 году Да, это было, кажется, что очень вы сейчас сказали И мы вспомнили, что это, оказывается, было не очень давно Но нам кажется, что это просто... Сто лет назад Да, действительно, да, был такой момент Дело в том, что в группе у нас все преподаватели Действующие Действующие, да Все преподают и... Все музыкальные преподаватели? Да, да, конечно Я не знаю, может быть, кто-нибудь еще преподает? Ну, расскажи, кто что преподает Ну, соответственно, по своему инструменту Ну, Макс еще преподает сальфеджио Кроме фортепьяно, Макс сальфеджио преподает Господа преподаватели, ну что же, предупреждать надо Мы бы, да, как-то подготовились Ну, ладно Уроки мы сделали, да Вот, на самом деле Был интерес попробовать внедрить те предметы Которых у нас, как мне кажется, не достает в обучении современной музыке Все началось с того, что я преподавала сама в Гнесинке В музыкальной школе при Гнесинском училище При Ордынке При джазовом Вокал преподавала? Да, да, есть разный джазовый вокал Это называется направление И, к сожалению, многие детки не работали с группой Не работали с коллективом И, в общем-то, мне захотелось и стало интересно Как можно внедрить некую такую программу Чтобы детей с раннего возраста Даже не подростков, а прямо детей Учить работать с группой Это уже практика такая Да, чтобы к моменту выпуска из училища или академии Они имели не просто представление А сто процентов умели обращаться с коллективом и так далее Соответственно, в этот же момент я училась в ассистентуре в Гнесинке И у меня была задача сделать какую-то научную и практическую работу Может быть, ты доцент музыки какой-то как-то называется? Ну, нет, я ассистент-стажер Наверное, какая-то такая у меня заслуга Профессор, профессор Нет, конечно, не профессор Но, в общем, да, это одна из ступенек к тому, чтобы серьезно заняться Вот этим образовательным вопросом И я выбрала тему, исходя из того, что меня в тот момент волновало И о чем я переживала Я выбрала тему, это работа начинающего вокалиста С инструментальным составом И прописала определенный план Прописала эту работу, защитила эту работу В общем-то, свой диплом Второй, следующий Очередной И до нас дошла информация, что существуют такие гранты Которые выделяют на какие-то некие программы В сфере культуры и искусства И мы решили, в общем-то, поучаствовать Подали заявку, забыли об этом Через какое-то время А потом нам пришло подтверждение, что все случилось Что наша программа подошла Президенту понравилась ваша идея Да, и мы задействовали несколько городов Я даже сейчас скажу Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Калуга, Самара, Смоленская, Тула, Евпатория, разумеется, родная Да, не во всех городах мы, скажем так, нашли заинтересованных лиц Но в некоторых их было так много, что пришлось ездить даже дважды То есть это был, например, Смоленск, в который мы ездили Как это все происходило? Вы приезжали с группой, да? На базе музыкальной школы, да? Как это все? Нет, в том-то и дело, что мы ставили такую себе задачу Не ограничиваться только теми, кто уже обучается То есть работать с разными группами детей и подростков Ну и даже были у нас взрослые люди, которым это было интересно То есть открытые уроки такие, получается? Ну, по сути, да То есть состояло это из, господи, я сейчас вспоминаю формулировки Из серии открытых уроков, мастер-классов, круглых столов У нас были из того, чего, как мне кажется, недоставало и не было У нас был круглый стол для детей с родителями То есть прямо находились и дети, и родители одновременно в помещении И с ними проводились беседы, такие философского характера Для чего заниматься музыкой Это очень актуальный вопрос, на самом деле Потому что я работаю с детьми 14-16 лет Ну, с подростками, по сути И вот этот вопрос родителей и детей, которые сейчас должны поступать в училище А им хочется гулять и веселиться, и ничего не делать И просто быть блогерами И быть блогерами в конце-то концов, да Вот, это очень острый вопрос И нам казалось, что это очень важно И я до сих пор считаю Вот такая беседа с детьми и родителями для взаимопонимания У нас было раскрепощающее занятие Потому что для вокалиста очень важно это раскрепощение Далеко не все вокалисты этим обладают И это, как бы я сама как вокалист И как человек, который тоже страдал до определенного времени От этой проблемы Раскрепоститься на сцене И чувствовать себя как дома, в общем-то, перед публикой Это тоже очень важный момент И там преподаватель, актер и певец Который разбирал все эти моменты У нас была, кстати, наша Не бык-вокалистка, но вокалистка из нашей группы Настя Слепченко Она давала мастер-класс по речи Как расслабить голос Как уверенным его сделать Чтобы люди тебе доверяли в конце концов Когда ты пытаешься предложить свой коллектив Немножко эдолхи уже пошло В общем, да, то есть такое многогранное развитие артиста Не только, как бы, мы научим вас петь правильно Этому было в меньшей степени Этому было в меньшей степени уделено внимание В большей степени мы говорили О каких-то дополнительных активностях Ну и, конечно, наш авторский Вот, собственно, моя авторская работа Мы называли это музыкальная лаборатория То есть сидит группа Человек выходит, который никогда не работал с группой И он, допустим, всю жизнь под минусовку пел песню Ну, я не знаю, какую Ну, динозавр, динозаврики Динозаврики, например Да, и он привык к тому, что там есть определенный Что, что, какая Рюмка водки на столе Например, да, да, да Но у нас там разные были случаи Вот Ну, рюмки водки не было, но что-то было, да Вот И группа в этот момент начинает предлагать ему По-другому эту песню сделать То есть переаранжировать Решить ее по-другому Как бы, то есть И это, на самом деле, это начальный этап В создании собственной музыки Ну, то есть, когда ты настолько уже переделываешь песню Что ты понимаешь, что ты легко уже ориентируешься в этих приемах Ты можешь уже писать свою музыку Ну, постепенно, естественно И мы, как бы, делали этот авторский мастер-класс Тоже во многих городах И получалось довольно так Будет ли продолжение? Да, конечно, будет, я думаю Еще не раз, и не раз, и не раз Вопрос от родителей, да У нас коротенькая пауза Коротулечка, прям дождитесь Студия 89,9 Концертный зал Дамы и господа, мы продолжаем Группа шоу сегодня у нас в гостях Видите, группа Великое счастье случится Конечно, увидеть в своем городе Где вы нас смотрите и слушаете Афишу с выступлением этой группы Пропускать нельзя мероприятие Но смотрите внимательно С чем они приехали С концертом или с лабораторией музыкальной За школой, да А может быть совместят и то, и другое Соответственно, тогда нужно, конечно Посетить оба этих мероприятия Мы сейчас должны послушать песню Что это будет? Какую мы сыграем песню? Наверное, романтическую, да? Очередную нашу романтическую песню Шаг за шагом про любовь Никак мы не можем от этой темы Да и не надо Зачем от нее отделываться-то? Шаг за шагом Из цикла новогодних песен Прекрасно Как часто мы, пытаясь счастье свое встретить Не замечаем тех, кто рядом идет Но стоит только своим чувствам поверить К сердцу сердца путь мгновенно найдет Тайные маршруты город проложит Зимним солнцем освещая твой путь Те, кто в чудо праздника поверить сможет Обязательно друг к другу придут Шаг за шагом Год за годом Ближе друг к другу Во всем мире Люди, а эта зима Мне помогла найти тебя Шаг за шагом Год за годом Ближе друг к другу Во всем мире Люди, а эта зима Мне помогла найти тебя Под сияющим ночным звездопадом Год уходит, подарив чудеса Мы с тобой Мы с тобой Снова встретились Взглядом И надеемся В этот раз Навсегда Шаг за шагом Год за годом Ближе друг к другу Во всем мире Люди, а эта зима Мне помогла найти тебя Сердце стук Тепло твоих рук Звезды близко В небе искры Шаг за шагом Год за годом Ближе друг к другу Во всем мире Люди, а эта зима Мне помогла найти тебя Шаг за шагом Год за годом Ближе друг к другу Во всем мире Люди, а эта зима Мне помогла найти тебя Видки, а эта зима И надеемся Вновь Здесь Друг к друге Вновь TRANCE родителей. Как вообще музыка появилась в твоей жизни? У меня в семье нет вообще ни одного музыканта. И до сих пор нет. Я надеюсь, что может быть кто-нибудь из моих племянников наследует. Но папа очень вот как-то внимательно отнесся к твоему таланту. Обнаруженному. Да. Большая радость вообще, что наши родители, у меня и брат и сестра есть, и наши родители очень внимательно относятся к нашим воспитаниям. Способностям. Способностям, да. Тут очень важный момент, что они как бы не старались нам навязать свою точку зрения и свои какие-то занятия. Как-то прислушивались и получилось, что родители вообще, несмотря на то, что не имели отношения к музыке и не имеют, они очень меня поддерживали и поддерживают до сих пор. И в принципе они такие мои самые лучшие опоры и поддержка, и сестра, и брат, и все. Ну как-то у нас так вот вышло, что, конечно, они очень поддерживают. Это большая-большая радость. Потому что я знаю, что это... Не во всех семьях далеко, конечно, такое, да. Не верят. Зачастую, такое же бывает. Три племянника у меня. Двое из них любят музыку. Один такой спортивный парень больше. Ну, любит музыку, но, как он говорит, твердую. То есть это хард-рок. Твердая музыка. Твердая музыка, да. Он очень любит группы, такие как Skillet и Godsmack. Это его любимые коллективы. Вот. А мой младший, самый племянник, он, конечно, знает, чем растопить мое сердце. Он говорит, поставьте Суню. Это я. И, значит, все ставят мои песни. И, как бы, таким образом меня льстят. Да, и он больше всех получает подарков, от любимой тети, наверное. Всем по ровну. Всем по ровну, да. Средненький племяшек, он занимается музыкой, и он делает большие успехи, кстати, в этом деле. Уже играет немного на клавишах. И, в общем, да. Шунь, а вот скажи, твои ученики, может быть, ученики, ребята уже, они поют песни группы Шу? Песни группы Шу? Однажды, один раз я дала одной ученице свою песню, вот зимнюю как раз, которую мы две песни назад спели. Е, она понравилась. Справилась или нет? Да, да, вполне, вполне справилась, и мы немножечко переделали слова на такие более детские. Я вообще все время переделывала слова, когда занималась с детьми, потому что, на самом деле, хорошая песня, еще и чтобы слова подходили ребенку, особенно в джазовой школе, это так редкость. Я переделывала слова очень много, и даже переводила некоторые песни, вот, чтобы... Почему только один раз? Ну, как-то больше не пришлось... Не знаю. Мне кажется, это не скромно вообще дать ученику своей песни. А вообще, ну, пусть это не скромно, но это абсолютно нормально. Вы же воспитываете как раз тех самых будущих эстетов музыкальных, не знаю, ваших поклонников. Конечно. Конечно, они должны просто впитывать в себя все творчество ваше. Ну, если они придут и скажут, вот, хотим петь «Сил нет» песню любви или, я не знаю, что-нибудь еще, или там, пилот, я скажу, ребята, раз хотите, то, конечно, возражать я не буду. Ну, да. Я буду рада. Какое место большое или очень большое в твоей жизни занимает Новый год? Новый год? Новый год. Для меня это, в первую очередь, мы как раз вот говорили о семье и про Новый год. Это, в первую очередь, время, когда мы можем, мы редко встречаемся прямо всей семьей. У нас семья такая большая, знаете, большая итальянская семья, где шумно, много детей, все время какая-то суета. Мы редко встречаемся прямо всей семьей. И для меня Новый год это возможность как раз увидеться и вместе собраться. Да, мы любим путешествовать, мы путешествуем вот в эти вот каникулы, скажем так. И долгие годы я не встречала Новый год в Москве. Мы путешествовали всегда. И вот в прошлый год у меня был первый такой... Для музыканта это странно, но у меня так случилось в первый раз, когда мы встречали Новый год на сцене с группой. На городском очень красивом празднике. Всё было так вообще волшебное. И мы видели салют, и всё вот прям, знаете, как в фильмах показывают, когда вот наступает Новый год. И в этом году тоже мы встретим... Новогоднюю ночь будет у нас рабочий, и встретим на сцене Новый год. А позже отправимся уже к семье. Поэтому Новый год для меня это очень тёплые ощущения, но конечно... Но есть место и для работы в Новый год. Да, ну конечно, да. Это музыкантская судьба. Счастливая, да, когда есть место для работы. Да, не жалуемся. Ваши поздравления в стране FM нашим зрителям, слушателям к Новому году. И у нас время для финальной песни. Ну, я хочу что сказать. Во-первых, цените семью, цените близких своих друзей. Без них будет очень грустно жить, поэтому обязательно проводите с ними время. Я всегда рекомендую иногда хотя бы отрываться от гаджетов. Да, у нас у всех работа в гаджетах, и надо иногда отдыхать и поднять глаза и посмотреть. У вас даже видите на заставке снег, какой красивый. Спасибо. Вот, на снег, на сугробы, на красоту. Вот, любите и слушайте, пожалуйста, хорошую музыку. Друзья, я здесь тоже хочу сделать вставочку такую. Я хочу поблагодарить группу Шоу, Шоу, тебя лично, конечно, тоже за встречу нашу сегодняшнюю, предновогоднюю. Я хочу всем нашим зрителям сказать, что, конечно, то, что вы сегодня услышали, это лишь абсолютно маленькая часть вообще всего репертуара, такого многообразия, невероятно красивого, волшебного. Демо-версия. Все, что есть, да. Поэтому, ну, для того, чтобы полностью погрузиться в этот мир Шоу, прекрасный музыкальный мир, заходите в соцсети к музыкантам, конечно, есть и сайты официальные, есть и канал YouTube, есть и клипы, все есть, много музыки, и самое главное, конечно, отправляйтесь 14 февраля, если вы в Москве, а если нет, у вас есть возможность еще спланировать путешествие в столицу, да, и попасть на прекрасный концерт, как называется, «Скажи тихо о любви». Да, есть возможность там получить замечательные призы и подарки, потому что День Святого Валентина, объявлен чудесный конкурс. Ну, вот все подробности в официальных сетях, на официальных сетях группы Шоу. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Мы очень ждем вас в новом году, с новой программой. С огромным удовольствием. В полном составе, с удовольствием придем к вам, если пригласить. Обязательно. Спасибо за сегодняшний эфир, спасибо, что позвали. И наша завершающая песня сегодня называется «Минуты», она тоже предновогодняя. Прекрасно. Про те славные, добрые моменты, которые мы храним в сердце в течение всего года, и их хочется очень часто повторить. Утро разбудит тебя своей тишиной, И ты даже не услышишь, как холод накрыл этот мир, наступая волной В мыслях картинки, как в черном-белом кино. Вот бы время вернулось, как в сказке, что в детстве читал перед сном. Там в груди у сердца стук рождают часы, все идут, считая радости минуты. Их стрелок отнутри на целый год сохранил, вспомни о них, пока снег падает, 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 падает. Ах, 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 ах И снег кружит Улыбка мамы, советы, так папы Вечно с друзьями, с любимыми свиданиями Каждый теплый миг захотелось снова прожить Там в груди у сердца Слук рождают часы Все идут, читая радости минуты И стрелок от внутри На целый год сохранил Вспомни о них Пока снег падает, 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 падает Сколько часов, сколько минут Вместе с тобой нас еще ждут Тик-так, внутри нас Минуты, минуты, минуты Субтитры подогнал «Симон» Спомни они покасны КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ